В Гомеле проходит первый областный семинар, присвеченный пытанием удосконаливания работы системы Аховы Здоровья в ответственности с рекомендациями Организации Объединенных Наций. Размова идея об реализации так званых МЭД устойливых развития. Олег Сентюров потекавился под рабязностями. Самая главная задача устойливых развития в системе Аховы Здоровья – сокращение смертности неинфекционных заболеваний, как минимум на треть в приватности размова идея по цифровым диабетам и сердечно-сосудистым заболеваниям. При этом выполнении рекомендаций Сусветной Организации Аховы Здоровья в наших финансовых затрат, звучайно, не потребует. 17 метод устойливых развития, которые должны допомогать в решении актуальных проблем с участием, члены Организации Объединенных Наций приняли в 2015-м. Непосредственно в Гомельской области их реализация началась уже в наступном году, но сейчас возникла необходимость объединять намагания науковых и практиков. За ответственной инициативой выступил Медицинский университет. Только сообща, только вместе мы можем преодолеть на современном этапе все вызовы и угрозы, которые возникают в области здравоохранения в рамках цели устойчивого развития. Оценка якоси медицинской допомоги в Гомельской области, анализ выпадковых отручиваний алкоголем на территории региона, удосконаливание первичной профилактики неинфекционных захворываний. Подчас работы областного науково-практичного семинара пытания при общении здоровья и жихоров анализуются в Себакова. При этом значная увага больше активному долучению людей до здорового лада життя. По канонам здоровье человека зависит на 50% от образа жизни и только 15% от здравоохранения. Поэтому здесь необходимо убеждать людей, проводить определенные мероприятия, работать, больше делать упор на детей, подростков, то есть ту категорию, которая формируется на сегодняшний день. Ну и, соответственно, прививать моду на здоровый образ жизни и взрослому населению. Важный момент в работе семинара в обучении у режиме телемоста в опыту реализации медусольевых развития Испании и России Беларуси сопрадают, что мы получиться значимых финансовых затрат. Выказанная парада не потребует, але их выполнение может оказать на здоровье населенства сопрады становчивый вплыв. У приватности разговоры идя об снижении объема соли в продуктах харчевания. Одночасово для напоев с повеличенным утребанием цукру пропонуется ввести повышенная податка обкладания. Еще одна парада – течество дорожного руха, обнижевание худкости руха в населенных пунктах до 50 км в годину дозволит заработать на проездной части велосипедные дорожки, что не только изнизит травматизм, але и подспрояя по влечению колькости прихильников здорового голода до життя. Такие опыты сегодня уже выяснули у многих краин к свету. Речь пойдет о мерах общественного здравоохранения по борьбе с табаком, мерах общественного здравоохранения по уменьшению распространенности так называемого вредного употребления алкоголя, увеличение физической активности. ВОЗ рекомендует не менее 20 минут активности, средней интенсивности в день для каждого человека и час для детей. В системе здравоохранения в Беларуси подчеркиваем такие положительные черты, как бесплатный характер, универсальный доступ, очень высокий охват вакцинации. То есть на этом фундаменте можно проводить дальнейшее совершенствование.